Сразу рядом с фабрикой, кешью 5 минут буквально, и здесь находится пчелиная ферма. Назовите море, где расположен Пхукет. Не назвали? Тогда отправляемся в Таиланд, чтобы ответить на этот вопрос. С вами Егор Еремеев, и вы на канале, где я рассказываю о городах, странах, их истории и событиях, повлиявших на то, какими мы их видим сейчас. На Пхукет мы можем прилететь, ну скажем, прямым рейсом из Москвы или, допустим, Бангкока. Пхукет удобен с точки зрения логистики, потому что здесь есть международный аэропорт. Пхукет соединен прямыми рейсами со многими ключевыми международными центрами. Сингапуром, Гонконгом, Хуалумпуром и Дубаем. Поэтому эта локация позволяет свободно путешествовать не только в пределах Таиланда, но и за ними. Именно это я и сделал, и скоро познакомлю вас со всеми этими точками. Но для этого надо подписаться. Про тот же Дубай у меня есть отдельные выпуски, про хайкинг, отдых и вообще, что можно делать в УАЭ в целом туристу. Да и местному. Из аэропорта в город Пхукет доступны разные варианты транспорта. Такси, частные групповые трансферы, причем забронировать место в автобусе можно прямо в зале прилета. Но тут придется подождать, пока не заполнится эта аэропортовская маршрутка. Мой вариант такси до отеля. Причем отель у меня не в городе, а где-то на побережье. Понимаем дальше. На Пхукете, да и вообще в целом, в Таиланде распространены так называемые тук-туки. Трехколесные разноцветные мотороллеры. Ночью напоминающие передвигающуюся дискотеку на колесиках. Я катался на такой по Бангкоку. С ними на ходу договариваешься доставить тебя в пункт назначения за сколько-нибудь бат. Куча у меня здесь всяких таких брошюрок, что делать на Пхукете. Сейчас я иду, значит, на тур по городу. Вчера у меня был большой, большой тур на лодке по островам. Про это отдельный ролик, полностью посвященный вот только путешествиям по вот этим вот красивеньким пляжам, по красивеньким островкам. Сегодня я хочу посмотреть именно городской Пхукет и плюс достопримечательности, которые есть вот здесь неподалеку. Сейчас у меня в час встреча и я еду получать очередную порцию солнечных ударов. Вчера, конечно, на лодке было очень круто, но жарко, ребята, очень жарко. Берите с собой крема. Отель, да, я вам расскажу немножко про гостиницу. Это тоже такая прикольная гостишка. Называется место фото. Фотоотель. Здесь, точнее, два отеля, две гостиницы объединенные. Значит, это фотоотел, причем пишется не PH, а F, фотоотел, да. И дальше еще Тайд, как порошок стиральный. Я вам расскажу вам про гостиницу тоже попозже. Она молодец, уже ждет меня. Очень приятные, очень вежливые. Прямо здесь с ними можно организовать. Вот прямо в гостинице у них своя тут лавочка, где они тебе все сразу же продают. Вот они хорошие селлеры, все это продают, все рассказывают. Ну, классно, это и очень круто. Так же, как и вчера начинался, приехал мой таксист. На автобусике. Ну, как бы не таксист, он, точнее, представитель из компании. Приехал, меня забрал. Я один, гостишки. Вот, кстати, мне это нравится. Вот, потом уже мы толпой собираемся, вроде как, возле Будды. Приеду я через вот эти вот деревушки, как у нас в Краснодарском крае. То есть, как в Анапе где-то. Население острова Пхукет составляет 360 тысяч человек. Население города Пхукет около 100 тысяч. А посещает остров ежегодно почти 10 миллионов туристов. Русскоговорящих десятая часть. Интересно, что Таиланд использует желтые и красные карточки для иностранцев как в футболе. Те иностранцы, которые не уважают законы, могут быть депортированы. За последний месяц желтые карточки, предупреждения, были выданы 8 туристам. Из них один американец, остальные 7 русские. Что же так привлекает на Пхукете? Интересный вопрос, конечно, острова. Но о них я уже рассказал. А сам Пхукет? Чем может похвастаться сам Пхукет? Здесь много холмов, кокосовых рощ, пляжей, скал и мопедов. Если вы никогда не были в Таиланде и на Пхукете, моей первой рекомендацией будет подняться на смотровую. Мыс Рамтеп. На вершине его возвышается действующий маяк с золотым куполом. Это культовое сооружение служит ориентиром для мореплавателей и символизирует удачу и процветание для местных жителей. Внутри находится действующий музей. Именно здесь есть смотровая с панорамными видами. Сам Пхукет-Сити – административный и экономический центр острова. Городской пейзаж включает рынки, храмы, архитектуру, колониальные эпохи, смесь тайской культуры и космополитических влияний. Главная достопримечательность – это весь исторический старый город с хорошо сохранившимися китайско-португальскими зданиями. На 15 минут осталось, Гид сказал, что в 3 часа встречаемся. Сейчас уже 2.47. Короче, надо успеть подняться обязательно к Будде. Статуя Большого Будды, высота 45 метров, построен в 2004 году на пожертвования местных жителей и туристов. Хотя, думаю, что в большей степени все-таки туристов. Поэтому, если вы надеялись услышать какую-нибудь историю о многовековых событиях, связанных с этой статой, я вас разочарую. А вот то, с чем не разочарую, так это с видом, который отсюда открывается. Причем на все 360. Не ожидал, что возле Будды будет еще и смотровая площадка. То есть тут со всех сторон можно посмотреть на Пхукет, на пляжи. Очень классно. Короче, были мы сначала на одной смотровой площадке, приехали к Будде. А здесь тоже смотровая площадка. Ну так, немножко неряшливая, скажем так. Вот видите, галечка такая. Ихние тут лавочки везде. Целью проекта строительства Будды было почтить короля Таиланда и создать место для спокойного созерцания медитации. Большой Будда является символом мира, единства и духовности. Он находится в сидячем положении. Одна рука поднята в жесте ободрения, а другая покоится на колени, символизируя стабильность. Пока мы находимся рядом со статуей Будды, и прежде чем мы отправимся в нашу следующую точку назначения, а это будет традиционный храм, давайте расскажу вам, кто из звезд исповедует буддизм. Дэвид Бэхэм вместе со своей женой Викторией Бэхэм решили стать буддистами. Бэхэм обучался буддизму у товарища по йоге в Лос-Анджелесе, пока восстанавливался после травмы колена. Бэхэм и Виктория медитируют и молятся каждое утро, используя буддийские слова. Билл Гейтс, американский миллиардер и основатель Майкрософт, раскрыл пять своих любимых мотивационных книг 2018 года. Одна из них «Headspace. Руководство по медитации», написанная Энди Паддикомбом. Он же создал приложение для курсов медитации Headspace, у которого более 31 миллиона пользователей в 190 странах. В книге рассказывается о медитации, о сознании буддийским способом. Гейтс был настолько заинтересован медитацией, что пригласил Энди обучать его, его жену и их детей этому несколько раз в неделю. Ричард Гир, американский актер, который изучал и практиковал буддийский путь, найдя ответ на жизненные вопросы, когда был молод. Он всегда призывает как публично, так и в частном порядке друзей и своих зрителей применять буддизм в своей жизни. Орландо Блум с 16 лет входит в японское общество буддистов. Он регулярно практикует буддизм, полностью предан своей вере и уверен в том, что именно в этой жизни человек может достичь просветления, не оставляя этот важный момент на потом. Тина Тернер, королева рок-н-ролла, одна из величайших артисток всех времен, исповедовала буддийскую ветвь Махаян. Она являлась членом ассоциации Сокогакай, крупнейшей буддийской организации в Японии, которая имеет членов во многих странах, включая США. Стив Джобс изучал древние восточные религии и особенно практику разума буддизма. Он изучал медитацию в течение 7 лет, проведенных в Индии, а затем продолжил обучение у японского мастера в школе в Сан-Франциско. Буддийская практика повлияла на философию, видение Джобса, а затем и на его инновации для всего мира. На своем втором канале Smaps Education у меня есть подробный выпуск про взлеты и падения Стива Джобса, о том, как он 10 лет провел в отречении от бизнеса. Как раз в это время он и ездил в Индию. Если вам интересно посмотреть этот выпуск, заходите на канал Smaps Education, подписывайтесь и линк будет в описании к этому ролику. Таиланд преимущественно буддийская страна Тхеравады. Буддизм играет значительную роль в формировании тайской культуры, ценностей, повседневной жизни. Буддизм Тхеравады подчеркивает учение исторического Будды, Сиддхартхи, Гаотамы и является одной из древнейших форм буддизма. Буддизм в Таиланде это не просто религия, он глубоко укоренился в структуре общества. Монахи, которые следуют строгому монашескому кодексу, занимают уважаемое положение. А храмы, ваты, занимают центральное место в сообществах, служа духовными, образовательными и культурными центрами. Тайская культура придает большое значение уважению к монахам. Молодые люди обычно проявляют почтение, склоняя головы и выполняют традиционный жест, называемый вай. Одна из известных достопримечательностей старого города – Ватманкол Нимит. Этот храм представляет собой традиционную тайскую буддийскую архитектуру с разного рода украшениями, яркими цветами и богато украшенными деталями. Главное сокровище Ватманкол Нимит – впечатляющее изображение Будды. Изображение выполнено из белого мрамора и высоко почитается местными. Монашеское образование является неотъемлемой частью тайского буддизма. Местные мальчики часто проводят определенный период своей жизни в качестве послушников в монастыре, где они знакомятся с буддийскими учениями, медитацией и этикой. Таиланд в целом славится медитативными ретритами, привлекающими как местных жителей, так и международных практикующих. Субтитры создавал DimaTorzok Очень вкусно, плюс здесь еще у нас тестинг был такой, кешью тестинг. Дали нам попробовать все виды с кокосами, с васаби, с кофе, короче вот эти орешки. Вот допустим у меня тут с трюфелем, короче очень много разных. Это сразу же здесь производство. Они говорят, что небольшое производство, небольшая фабрика. Но на самом деле выглядит это не как небольшая фабрика, а как такая немаленькая достаточно. Там-Ям прикольная банка 140 бат. 140 бат это получается у нас ну рублей 350, 300-350. Сразу рядом с фабрикой кешью 5 минут буквально и здесь находится пчелиная ферма. Она небольшая, здесь проводят экскурсии. Здесь же у вас и магазин с продуктами, в которых есть мед или которые делают с помощью меда. Приятного аппетита! Это призывается, что в ханину, ветою есть и сытsoсть, ветое мое пчели. здесь также куча всяких тут товаров из меда или с использованием меда всякие там крема да там сочи можно делать из меда вот здесь делается здесь можно купить начиная с 19 века тот участок который сегодня известен как старый город активно претерпевал изменения в период оловянного бума залежи олова на острове были обнаружены еще в 14 веке но только в 19 веке местные власти предоставили доступ к рудникам европейским инвесторам и предпринимателям португальцам французам англичанам датчан португальские колонизаторы по указанию губернатора острова получили право полного владения шахтой при условии постройки улиц в городе пхукетаун главным образом на шахтах трудились китайские рабочие которые еще лучшей жизни массово прибывали на остров а за ними последовали и китайские торговцы с течением времени многие из них обогатившись начали строить в столице острова роскошные особняки для своих семей таким образом сформировался облик современного центра города где многие старые здания сохранились несмотря на высокую влажность которая способна разрушить любые конструкции в короткие сроки что касается китайцев посмотрите мой отдельный выпуск про бангкокский china town если вы планируете провести в тая какое-то время и являетесь поклонником всякого рода тусовок здесь отмечаются различные буддийские фестивали в течение всего года сан кран тайский новый год включает в себя связанные с водой празднества символизирующие очищение и обновление лой кратонг фестиваль огней когда люди спускают на воду украшенные поплавки в честь духов воды на острове проводят известный многим вегетарианский фестиваль это ежегодное мероприятие которое обычно проводится в сентябре или октябре в зависимости от китайского лунного календаря фестиваль длится 9 дней и отмечается с различными ритуалами и церемониями фестиваль уходит своими корнями в китайскую даосскую традицию и был привезен на пукет китайскими иммигрантами говорят что он дает хорошее здоровье чистоту ума и духовное очищение одними из наиболее отличительных черт фестиваля является аскетической практике люди совершают разные ритуалы включая прокалывание тела острыми предметами хождение по раскаленным углям и лазанье по лестницам с лезвиями считается что эти действия демонстрируют силу богов защищающую их от вреда во время фестиваля участники придерживаются строго вегетарианской диеты воздерживаясь от мяса и некоторых острых овощей потому что такая диетическая практика очищает здесь получается пляжа нет здесь поэтому басики один басик похожий еще один басик поглубже а пляж ну вот в принципе спускаешься отсюда и вот идет дальше пляж но все равно тут лодок куча припаркованных с этой стороны вообще не вариант купаться туда дальше я не ходил там чуть крыши виднеется какие-то может там гостишка какая-то но не знаю и кстати вот здесь если пройти по берегу за поворотом там еще что-то такое ну типа пляжа там это гостишки у меня последний день сегодня я сегодня улетаю сегодня мне нужно в обед поехать в школу посмотреть быстренько школу потому что мы здесь будем организовывать летние лагеря на хукете чтобы был прямой перелет из москвы здесь же британская школа где можно учиться на постоянке с бордингом вот я сейчас в эти детали вдаваться не буду у меня для этого второй канал с maps education про зарубежное образование там можно посмотреть про учебные заведения можно зайти на сайт maps.ru это кстати собственно говоря чем я занимаюсь почему я катаюсь очень много вот я смотрю учебные заведения школы университета по всему миру я мне как не показывал свою гостиницу днем ну как бы днем она прикольная ну как бы прикольно но самое главное самое классное вечером как она выглядит с подсветками со своими мне прямо нравится поэтому я отдельно заснял вечером гостишку а друзья на этом у меня все смотрите отдельные выпуски про острова пхукета у меня есть несколько выпусков про банкок на канале смапс education мы также подготовили для вас выпуск про учебу в британской школе на пхукете и и детский лагерь на пхукете если вам интересно эта тема заходите на канал смотрите подписывайтесь и мы всегда рады ответить на любые интересующие вас вопросы спасибо за просмотр ставьте лайк если понравилось и увидимся в следующих выпусках пока у